МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, добрый вечер. Это новости в студии Евгений Нефанов. Сегодня в Омске. Олимпийский подарок. Это программа направлена на развитие массового спорта. Где построили новый зал для занятий спортом и куда передали инвентарь? Опасное лето. Люди отправляются на пляж, чтобы отдохнуть, однако не всегда выбирают для этого безопасные места. Какие советы дают спасатели? Свадебный день. Дата красивая, 8-е, ну, 8-е, как бесконечность. Каковы особенности регистрации в День семьи, любви и верности? Ну и так, главное событие дня – это визит в Омск главы Олимпийского комитета России Александра Жукова и центральным местом его поездки по городу стал визит в реконструированный ДК Рубин. Там он подарил омским школам сертификаты на спортинвентарь. Теперь, собственно, гандбольное оборудование появится в 17-й, 51-й и 133-й школах. Ну и репортаж оттуда Николай Евенко. Успев пожать руки и не промокнуть, главный олимпийц страны проходит в здание. Отреставрированный ДК Рубин находится почти в стопроцентной готовности. Немешкая высокий гость направляется в спортивный зал. У главы Олимпийского комитета почетная миссия – передать юным омским гандболистам при общеобразовательных школах оборудование на новый сезон. Инвентарь юным спортсменам достался в рамках федеральной программы «Олимпийская страна». И хотя пока мячи и форма существуют в виде сертификатов, совсем скоро они обретут осязаемые формы и станут отличным подспорьем для ребят и тренеров. Эта программа направлена на развитие массового спорта. В частности, с Федерацией гандбола России мы заключили соглашение и во многих регионах страны поставляем оборудование. Для общеобразовательных школ в городе очень многое делается сейчас для развития массового спорта. И я бы хотел поблагодарить и мэра, и губернатора за то, что вообще в Омске спорт сегодня поддерживается на государственном уровне. Теперь свой спортинвентарь появится в 17-й, 51-й и 13-й школе. Вячеслав Двораковский отметил, именно развитие массовой физкультуры и спорта – главный приоритет. По словам градоначальника, только за последние три года количество мячей, регулярно занимающихся спортом, увеличилось с 25 до 33%. Ключевая вещь заключается, наверное, в том, что это делается совместными усилиями. Безусловно, где-то что-то делает бюджет, администрация, но очень много делают структуры, которые благотворительно оказывают помощь в развитии спорта. Вот недавно школу бокса сдали, да, тоже АСК. Это здание построила компания АСК во главе с Валерийом Михайловичем Кокорьевым. Поэтому это не случайно. Во-первых, мы еще раз подчеркиваем, что совместные усилия всегда дают хороший результат. Спортсмены всеобщую поддержку своего вида спорта ощущают отлично. По словам юных гандболистов, теперь тренироваться можно будет и в школе, а вкупе с занятиями в школе спортивной, да еще и при таких условиях, как в новом зале, шансы на пути к олимпийской мечте увеличатся. Ведь сюда легко умещаются несколько команд. А поддержку болельщиков можно ощутить на балконе. Но самое главное – площадка, как у взрослых. Тут намного больше по свободнее место. Например, даже, может быть, не одна-две команды приходить, а сразу несколько. Во-первых, он больше, а во-вторых, паркет лучше. И разметка есть понормальной, то есть понятнее разметка сама. Плюс еще само оборудование лучше, то есть мечи и те же самые ворота. Занимаемся безвозмездно, бесплатно, так сказать. Наши школьники из города Омска ездят сюда со всех концов города. Приходится уже как бы и выбирать из ребят по ростовым данным, получше. Не всех подряд, как раньше брали. Уже есть такой естественный отбор у нас. То есть очередь прямо стоит. Чтобы подкрепить начинание, сделали общее фото. А молодые гандболисты сыграли товарищеский матч. Николай Евенко, Сергей Гаврилов, Антенна 7. Пока что после глобальной реконструкции Рубин посещают только гандболисты детской спортивной школы и строители. Но к открытию готовят современный кинотеатр, концертный зал, танцевальную площадку, отдельные помещения для детских кружков. В общем, Рубин по праву станет драгоценным объектом в Октябрьском округе. Здание даже по световому оформлению напоминает драгоценный Рубин. Главный вход и вовсе граненый камень. К реконструкции здания подошли грамотно. Благоустроили территорию, сделали большую парковку, освещение. Там, где разместятся танцоры, сквозь цветные стекла крыши пробивается свет. Здесь каждый элемент интерьера достоин внимания, даже ограждения, произведения искусства. Банально звучит, но, как и в театре, придя в кино или на концерт, все начинается с гардероба. А здесь даже зеркала могут отвлечь внимание от своего отражения. Это был, наверное, самый лучший дворец в городе, культура. И вот так сложилось, что завод его продал, или государство продало, пошел по рукам. Ну и финал был его виден всем горожанам. Его полностью разграбили, разбили. И вот это является следствием вот этой обиды. То, что вот такое прекрасное сооружение, его не смогли сохранить и использовать. Поэтому мы выкупили то, что оставалось там на торгах по банкротству. Ну вот решили восстановить дворец культуры со всеми теми функциями, которые были. Известную не только в Омске, но уже и по всей стране строительную компанию АСК, которой руководит Валерий Кокорин, уже хорошо знает и Александр Жуков. И не после сегодняшней встречи в Рубине. Буквально несколько дней назад председатель Олимпийского комитета, заместитель председателя Госдумы Александр Жуков побывал в Новосибирске, где завершили строительство дельфинария и зимнего павильона для пингвинов. Важный объект, судя по заголовкам новосибирских коллег, ждут все жители. Самый большой в Сибири – океанариум. Аквариумный тоннель с 40 аквариумами, исключительно морскими, где будут жить больше 200 видов рыб и морских животных со всего мира, то есть с пяти континентов, со всех морей и океанов. Одна из жительниц океанариума – тихоокеанская моржиха Тика. Поклон. Поклон. Тика, ну, может быть, ты скажешь, ты рада видеть наших гостей? Да. Малышка, ответь, пожалуйста, на вопрос. Тебя все устраивает в Новосибирске? Ты уже освоилась? Да. Какие-нибудь замечания у тебя есть? Все, прекрасно. Ну, смотри, сколько мужчин к нам сегодня пришло, красавцы, просто все. Что бы ты хотела им сказать? Волос. Девочка, ну, это, по-моему, стыдно. На морженом я же просила, как бы, по-человечески. Спасибо. Для настоящей морской кокетки действительно здесь создали все условия. В бассейне вовсю резвятся тихоокеанские дельфины, самец океан и его спутницы Бия, Опь и Катунь. Купол – это гордость новосибирского дельфинария. Почти как в оперном театре, только из стекла. Это помогает поддерживать в помещении естественное освещение. Это просто, я считаю, грандиозный подарок всем жителям Новосибирска, особенно детям, потому что, ну, операх великолепно, великолепное сооружение и потрясающее животное. Ну, на меня моржиха произвела неизгладимое впечатление. Это настоящие артисты. Дельфины вовсю репетируют шоу-программу. До открытия совсем немного времени. Денис Ионос, Николай Евенко, Сергей Гаврилов, Антенна 7. И вновь в Омск. И сегодня Александр Жуков вместе с Виктором Назаровым наградили в честь Дня Семьи, Любви и Верности. Лучшие омские семьи. Это уже десятая торжественная церемония вручения ежегодной премии губернатора. И в этом году на конкурс поступили материалы о двухстах соискателях. В номинации «Семейное дело» победил глава одного из лучших фермерских хозяйств России «Горячий ключ» Юрий Щербак вместе с супругой Антониной. Занимаемся растеневодством. У нас полторы тысячи голов крупного роготоскота, переработка. Супруга отвечает за производство подсолнечного масла и молочной продукции. Старшие дети в поле трудятся. Внучки занимаются торговлей. То есть продают продукты собственного производства. Лучшей династией признана семья врачей Машбичей из Омска. А лучшей приемной семьей чета Александра и Наталья Смагиных из Таврического района, создавшая домашний очаг для десяти детей. Наша задача, как государство и правительство, это чтобы семьи укреплялись, семьи росли. И безусловно, чтобы, еще раз хочу сказать, подчеркнув в эти семьи нарастали достойные жители нашей великой В номинации преодоления награждены Анатолий и Марина Багровы из Павлоградского района, взявшие на себя заботу о четырех приемных детях-инвалидах. Социально активной семьей признаны Владимир и Елена Андрющенко. Своим примером они активно пропагандируют здоровый образ жизни и вкладывают полученный призовой фонд Паралимпийских игр в развитие спортивной инфраструктуры Таврического района. Ну а лучшей молодой семьей стали Константин и Александра Дьяновы. Ну и теперь о будущих семьях. Даже тройные свадьбы проводят сегодня в ЗАГСах и не из-за огромного числа желающих узаконить свои отношения. В день семьи, любви и верности принято проводить необычные регистрации. Как они проходят? Репортаж Светланы Орванцевой. Пусть нынче музыка властвует в ЗАГСах и песни народные пусть прозвучают. Сыграть свадьбу сегодня захотела невеста Юрия Кристина. Жених был не против. 8 июля в этом году выпала на пятницу традиционный свадебный день. Поэтому регистраций сегодня очень много. Они покровители семейные являются что Петр, что Февроник. Поэтому вот отсюда и пошло. И традиция такая. И дата красивая. 8 июля. Бесконечность. В советском ЗАГСе в час дня в зале сразу три пары. Влюбленных это не смущает. Они хотели не обычную церемонию, а целый обряд. Только сегодня на регистрации девушкам надевают венки молодым людям бутоньерки. В них вплетен символ праздника – ромашка. 8 июля, конечно, пользуются спросом. Поскольку день семьи, любви и верности. Молодожены, люди обычно суеверные, они стараются подгадывать. Надеются на то, что именно выбор даты, времени, место государственной регистрации, заключение будет способствовать долгому счастливому супружеству. И мы всегда говорим о том, что не нужно гнаться за красивыми датами. Наверное, все-таки любовь и взаимопонимание будут залогом крепости семьи и семейных традиций. Секретом долгих отношений сегодня делятся пары, которые вместе много лет. У Людмилы и Геннадия Козицких фарфоровая свадьба. У нас 20 лет было 14 марта. У нас София родилась 13 мая. И мы, это самое, муж у нас регистрировал в ЗАГСе ее, и вот пригласили на церемонию. Что 20 лет в этом году. И Софа родилась нам 40 лет. Терпение? Да, никакого секрета нет. Также в День семьи, любви и верности проводят помолвки и торжественные регистрации новорожденных. Светлана Урванцева, Андрей Кузьмин, Антенна 7. Ну а до масштабного праздника Дня города остался месяц, и в преддверии празднования организаторы все-таки приоткрыли тайну завесы и рассказали о том, какое шоу увидят о мечи. Выяснилось, что к знаменательной дате 300-летия режиссеры начали готовиться еще несколько лет назад, как только концепция была готова, задания получили представители округов, творческие коллективы и швейные мастерские. Для реализации грандиозной задумки необходимо было шить тысячи новых костюмов и подготовить масштабный реквизит с подробностями Ксения Товичкина. Начнется празднование с остановки часов обратного отсчета времени. Гости отправятся в прошлое на 300 лет назад, когда был заложен фундамент Омской крепости. Всего в историческом прологе семь знаковых событий. От основания до сегодняшних дней идеи режиссеров, суммарный опыт других городов в своей интерпретации. Мы смотрели и Казань, мы смотрели и Ярославль, Светлана Михайловна сама и была на тысячелетии Ярославля. Поэтому мы, суммируя этот опыт, попытались его реализовать. То есть мы уже, так сказать, в своем варианте здесь у нас на Омской земле на Соборной площади. Соборная площадь, это, конечно, очень ответственно. Это очень ответственно, потому что это центр города, это центр истории, это центр событийности. Гостям стоять в этом году не придется. Лицезреть праздничное шоу о мечи смогут с трибун. Перед днем города их установят прямо у Успенского собора. Историческую инсталляцию сменит театрализированное шествие. Каждый округ представит Омск со своей стороны. Организаторы исходили из территориальных соображений. В Ленинском находятся военные части, поэтому их задача продемонстрировать патриотизм в Октябрьском промышленной мощности. Заводы «Полет» и «Бараново». Кировский изобразит бережное отношение к культурным традициям, а советский – инновационное будущее Омска. Университеты в большей части сосредоточены именно там. А потом гости услышат триумфальные фанфары над артышом, если не помешает погода. Прежде всего я хочу, чтобы мы все дружно пожелали хорошей погоды на 6 августа, потому что фестиваль облуховых оркестров, это касается, наверное, никого, потому что это все-таки живые инструменты, живые звуки и так далее. Ну, как вы знаете, и как уже сказала Майя Герфановна, третий раз будет проходить у нас этот фестиваль. Если говорить, по какому принципу отбирались коллективы, то, пожалуй, что с наиболее четким определением будет сказать, что это лучше и лучше. На международный фестиваль в Омск приедут коллективы из Китая, Казахстана, Ханты-Мансийска, Барнаула, Тывы и Новосибирска. Вместе они исполнят самую популярную песню для нашего города «Омские улицы», а потом направятся на Любинскую горку. С часу дня до 9 вечера музыканты будут радовать своим творчеством всех желающих. Организаторы надеются, что в этот день место превратится в большую танцевальную площадку. Подготовили сюрпризы для мячей и крупной компании. 30 июля на Соборной площади у нас будет концерт группы «Сплин». А на следующий день на Соборной площади выступит певица «Елка». Есть и другие предложения от знаменитостей, но раскрывать все секреты организаторы не стали. Есть вероятность, что в Омске еще выступит Денис Майданов и группа «Братья Гримм». Масштабные репетиции Дня города начнутся уже 18 июля на стадионе «Авангард». А с 28-го артисты переместятся сюда, на Соборную площадь. С этого дня центральную улицу города перекроют. Движение возобновится только 7 августа. Ксения Туичкина и Александр Филиппов. Антонасим. Ну а теперь на год в прошлое. Нагануне Виктор Назаров выступил перед депутатами Законодательного собрания с докладом об итогах деятельности в 2015-м. И вот сегодня отчет комментируют известные омские политики и общественники. Эксперты обращают внимание на сложные экономические условия, когда бюджет страны из-за падения цен на нефть уменьшился. Однако правительство сумело сохранить баланс интересов общества. Год был непростой, но вот эти трудности, как говорил губернатор, дали дополнительный толчок для поиска новых путей развития и защиты интересов людей, живущих в нашем регионе. Ведь и упали доходы от налогов, и прибыль уменьшилась. Но тем не менее были приняты меры по издерживанию роста дефицита, сохранены все социальные программы, что очень важно. Были приняты меры по оптимизации расходов. Евгений Белов обратился к цифрам. Промышленное производство сохранило рост, это порядка 6%. А в сельском хозяйстве область вышла в лидеры по Сибири в производстве зерна, мяса и молока. Бывший мэр Омска акцентировал внимание и на малый и средний бизнес, которому, как он считает, нужно уделять еще больше внимания. В различных странах до 60% пополнения бюджета за счет малого и среднего бизнеса. То есть вот эта структура возможного поступления денег в бюджет, ее, естественно, нужно создавать определенные льготы, направления, поддержка и так далее. Это льготы именно по налогам составляющим, земля бесплатная или без торгов и так далее. Но тут направления, такие создать условия благоприятные, достаточно много. И также Евгений Белов поддержал усилия губернатора по развитию программы импортозамещения. Свою оценку дают представители и общественных организаций. Губернатор отметил в докладе увлеченность жителей Омской области занятиями физкультурой и спортом. Представители же сферы подчеркивают, это результат созданных властями условий. Все, что прозвучало в докладе губернатора, это не пустые слова, потому что наша организация «Общественная танца без границ» чувствует постоянную поддержку со стороны правительства Омской области, в частности, Министерства труда и социального развития Омской области. И, собственно, последние наши достижения, благодаря поддержке Министерства труда, нам удалось проявиться с нашими творческими проектами на чемпионате мира по бальным танцам, который прошел недавно в арене Омска. И среди других важных дел правительство Игорь Лавров выделил социальные проекты. Ну и как в пятницу не поговорить об отдыхе. Дождливая погода сегодня отпугнула многих мячей, собиравшихся позагорать на пляжах. Впрочем, еще вчера на берегу РТШ было много отдыхающих, а инспекторы МЧС поспешили в рейды. Вооружившись жилетами, и мои коллеги отправились на проверку по водной глади. С наступлением тепла инспекторы МЧС переходят в режим экстренной готовности. Люди отправляются на пляж, чтобы отдохнуть, однако не всегда выбирают для этого безопасные места. Не успели отплыть от правого берега, как пришлось причалить к противоположному. Многие мячи приходят сюда, чтобы позагорать и поплавать вдали от санкционированного пляжа. Тут и тише, и людей меньше. О том, что это место может быть небезопасно, никто и не думает. На этом пляже мне 42 года. Я купаю здесь всю свою сознательную жизнь. Мне здесь очень нравится. Вот и все. А вот инспектору МЧС Юрию Величко это место вовсе не нравится. В службе он уже 15 лет. За это время здесь произошло немало чрезвычайных ситуаций. Люди неоднократно там тонули. Там дно, во-первых, грязное, в каком плане. Там и металл лежит на дне, и дерево лежит, и стекла, и все, что там нет. Люди выстраивают, стараются сделать вышки, ныряют. В итоге попадают в больницы, нанеся себе травмы. Однако запретить купаться здесь инспектор не может. Накладывать штраф тоже неуполномочен. В его силах лишь предупредить об опасности. Поэтому в каждый рейд Юрий Дмитриевич берет с собой памятки и листовки. Он старается раздать как можно больше. Ведь ознакомившись с информацией, люди могут сменить место отдыха на санкционированный пляж. Возьмите, пожалуйста, подсчитайте, где можно купаться, где нельзя. Девочки, вот, почитай. Спасибо вам большое. Внимание инспектора приковано не только к суши, но и к водному пространству. Вот плановая тренировка клуба начинающих яхтсменов. Все в жилетах, как полагается. Нет претензий и к управляющему этим катером. Количество пассажиров не превышает допустимые нормы. Меры предосторожности приняты. Нормально все с документами? Ну, знаю, недавно вы... Сдавали же документы лично? Совершенно верно. Катер внезапно ускоряет ход. Вот Юй Вилечко поясняет, заметил грубое нарушение. На лодке сплавляется женщина с ребенком без спасательных жилетов. Более того, на берегу выясняется, плавательное средство вообще непригодно для использования. Посмотрите, глядите, какая лодка. Вся в заплатках. Посадили ребенка. Замечание инспектора семья Романишиных выслушивает внимательно и признается. Правила нарушили осознанно. О том, что выходить на лодке в открытое водное пространство, да еще и без спасательных жилетов, запрещено, знали. Знали, в принципе. Но мы как бы стоялись недалеко. Мы не будем больше нарушать. Мы все услышали, все поняли. Благодарим вас за информацию. Летний сезон в самом разгаре. Сотрудники МЧС призывают быть более ответственными к себе и своим близким. Не выбирайте для отдыха запрещенные места. Не заплывайте за буйки. Если решили прокатиться на лодке, удостоверьтесь в ее безопасности. Жилетов должно быть столько же, сколько и пассажиров. Кстати, их количество тоже ограничено. В противном случае отдых может обернуться трагедией. Так произошло в прошлом месяце. На реке Иртыш перевернулась и затонула яхта под названием Ольга класса Ассоль. На борту находились 7 человек. Двое погибли. Ксения Тойчкина и Андрей Кузьмин. Антенна 7. Еще больше новостей на нашем сайте. Заходите. Приятных вам выходных. И до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова